красная площадь главная площадь нашей страны для того чтобы понять что же произошло во время двух достаточно недавних потопов со столицей российской федерации городом москва мы встретились в ее центре с известным исследователем евгением макаровым и разбирать следы потопа мы начали именно с красной площади потому что это самая большая в москве территория не подвергшаяся застройки по крайней мере с конца 19 века по настоящее время в указанный период времени на ней возвели только мавзолей но рядом было перестроено многое якобы в конце 19 века появился сегодняшний гум а на входе со стороны манежной площади также в конце 19 века возвели здание исторического музея а вот по фотографиям строительства этого здания государственного исторического музея хорошо видно что он построен на фундаменте разрушенного сооружения и это сооружение было построено видимо до первого а может быть и второго потопов но я все-таки склоняюсь к первому потопу по моей гипотезе произошедшему на рубеже 17 18 веков так как это здание вернее его фундамент было возведено без учета сегодняшнего рельефа красной площади как раз том месте резкий уклон вверх от манежной площади на уровень современной красной площади и этот подъем судя по стене музея равен практически полутора этажам то есть с 5-7 метров еще раз напомню что по моей гипотезе первый потоп произошел на рубеже 17 18 веков тогда гигантские мега цунами пронеслись из северного ледовитого океана вглубь евразии конкретно на среднерусскую равнину волны фронтом неслись с северо-восточного направления примерно с направления северного урала разумеется они были должны пройти и по городу москва второй же потоп произошедший по моей гипотезе в сороковых годах 19 века характеризуется подъемом уровня воды и и вода это выпала на поверхность планеты из атмосферы вместе с той самой глиной покрывший своим слоем причем независимо от рельефа местности практически всю планету при обоих этих катастрофах применялось параллельно и оружие массового поражения какой был принцип действия этого оружия пока непонятно но его следы на поверхности земли практически во всех регионах описанные таким исследователем как алексей кунгуров очень похожи на воронки от наземных и воздушных ядерных взрывов теперь же зная все это попробуем отыскать следы двух потопов в центре города москва и начнем мы как раз с рельефа этой центральной части судя по планам кремля скорее всего до первопотопного времени мы видим что река москва река неглинная и оливизов ров соединены друг с другом неглинная замечу еще не в трубе и играет роль естественного рва судя по этим же гравюрам оливизов ров скорее всего искусственный ров в отличие от неглинной находится тоже на одном уровне с обрезом воды обоих рек москвы и той самой неглинной реально получается что неглинная и москва соединены друг с другом и являются одним водным бассейном и оливизов ров одним своим концом соединен с неглинной однозначно при этом он имеет ее же уровень и при впадении москву реку он имеет тот же уровень никаких шлюзов видимо не было хотя есть подозрение что в районе спасской башни ближе к реке москва есть какая-то плотина но плотина ли это или просто переход пока мы это определить не можем замечу лишь одно что от нижнего уровня ворота спасской башни мосты спускаются к уровню красной площади причем спуск этот значительных а сегодня уровень красной площади подходит как раз под нижний обрез этих ворот судя по этим спускам разница уровня той же красной площади и нижнего обреза ворот Спасской башни равен примерно двум человеческим ростам, то есть метра три. Дальше к рельефу Красной площади. Сегодня мы видим явное превышение рельефа площади от гума к Кремлевской стене. Причем в центре между Спасской и Никольской башнями в районе Мавзолея Красная площадь имеет максимальную высоту рельефа. И эта высота даже выше того нижнего обреза ворот Спасской башни. Вот еще интересная фотография. Толщина слоя земли поверх верхнего уровня облицовки Оливизова рва около двух метров. Причем земля эта явно не образовавшаяся или навезенная для клумб типа плодородный слой. Это фото раскопа Оливизова рва в начале 20 века ракурсом на Кремлевскую стену. Как раз в районе Мавзолея. А вот этот самый верхний уровень облицовки Оливизова рва хорошо виден на вот этой гравюре. И он выше прежнего уровня плоскости Красной площади. Хотя хорошо виден уклон со стороны гума к Кремлевской стене. А вот обратите внимание, ров полностью этим грунтом заполнен. Эта гравюра, по-моему, хорошо показывает Красную площадь после потопа 17-18 веков. Уровень, кстати, таким и оставили. Просто сломали торчащие из земли бойницы, почему-то возвышающиеся над облицовкой берегов всего Оливизова рва. А вот еще гравюры. Я думаю, они точно отображают разрушение Москвы после этого потопа 17-18 веков. Посмотрите, в каком состоянии был центр сегодняшней нашей столицы. Субтитры создавал DimaTorzok А вот аналогичные гравюры Рима, известных нам руинистов. Найдите отличия. Спасибо. 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 А вот опять гравюры. Скорее всего момента, когда Москву уже немного обжили после той самой глобальной катастрофы. Это уже где-то вторая половина 18 века. Может даже и середина его. По моей реконструкции это как раз и есть времена Петра I. Хронологический сдвиг его реального правления это 40-е и 60-е годы 18 века, а не первые его десятилетия, как нам рисуют официальные историки. Как раз в первые эти десятилетия 18 века и произошли события, которые мы знаем как Великая Смута якобы 1612 года. Но Смута это была реально послепотопной. И возникла она из-за хаоса, вызванного глобальной мировой катастрофой. Также в этот период первых десятилетий или первой половины 18 века входит и воцарение Романовых, правление Михаила и Алексея Михайловича. Там же у нас и восстание якобы Степана Разина с той самой кровавой свадьбой. Еще раз напомню, что все это уложилось в первые по крайней мере 4 десятилетия 18 века. Но это мое мнение. А вот в этот же период середины 18 века обживают Рим. Складывается впечатление, что все эти картины и Москвы и Рима писал один художник. И писал он их позже, в конце 19 века с фотографией, которые сделали, как это не фантастично, в той же середине 18 века. Посмотрите на перспективу рисунков. Неужели художник стоял в этой грязи среди трупного смрада и вырисовывал постапокалиптический сюжет часами? Художники так обычно и делают, если кто не знает. Да еще и картин таких просто масса. Сколько же надо было художников, чтобы запечатлеть развалины Москвы, Рима и других европейских городов? Далее смотрим картины Москвы, предположительно, уже конца 18 века. А может даже начало 19 века. На Красной площади построены торговые здания. Кстати, в стиле таких же по архитектуре зданий оружейной палаты внутри Кремля. Теперь перейдем как раз вовнутрь Кремлевских стен и увидим аналогичные здания. Здания Сената, Арсенала и Большого Кремлевского дворца. Все эти здания, имеющие сегодня желтый цвет стен и разительно отличающиеся по архитектуре от Кремлевских соборов, и таких зданий, как Грановитая палата, Патриарший дворец, сразу выдают время их постройки. Это, по-моему, межпотопный период, как раз после катастрофы 17-18 веков. А вот Успенский, Благовещенский, Архангельские соборы, Колокольня Ивана Великого и, разумеется, Грановитая палата и Патриарший дворец и есть реальные, уцелевшие после того самого потопа 17-18 веков, бывшие античные здания, с которых волны нерзшегося по Москве цунами частично сорвали внешнюю облицовку стен, ту самую белую мраморную. Ею, кстати, и кремлевские стены были облицованы. А вот и остатки этой облицовки, мраморно-белокаменной. Про это место снято очень много видео, мы просто даже немножко повторимся. Все удивляются, какой же он необычный, красивый. Но когда посмотришь повнимательнее, из чего он сделан, он реально сделан из обгоревших, буквально облавившихся частей античных зданий. Например, там видно, там подойдет. Он, видишь, прям лепесточек. Вот колонна, да. Приблизи, колонна разбитая, то есть вот эти, это части декора, то есть то, чтобы кирпич, видимо, это для соединения просто. Да, это забутовочная стена. А вот чем было все обделано реально. То есть вот это все обломки, когда горело, просто буквально, смотри, просто, это же не знаю, термит, ну что ли. Есть такой огонь. Знаешь, еще у меня что закрадывается? Вот когда белокаменного Кремля, может быть обратный процесс, потому что стены тонкие сейчас, и они не похожи, что белый камень обложен. А может быть наоборот, это вот и есть белый камень, который был просто декором сверху этого кирпича. И скорее всего оно так и есть. Оля, поснимай вот это, реально, видишь, из чего сложено. Вот они все ведические листочки. А вот на этих картинах образы допотопных античных москвичей, живших в этих самых облицованных резным мраморным узором зданиях Кремля и, видимо, всей античной Москвы. А теперь их кости и куски битой той самой мраморной облицовки и лежат в нижних слоях всего грунта, засыпавшего город. Только тот слой принесен волной на рубеже 17-18 веков. А выше их лежат кости и вещи тех, кого застигла падающая глина в 40-х годах 19 века. А на этих картинах жители античной допотопной Европы и Рима, а также других средиземноморских городов, которых постигла такая же участь, как и москвичей. С отличием того, что большая часть этих средиземноморских городов оказалась на дне моря, на глубине порядка 100 метров. А развалины Рима и других античных континентальных городов того региона и показывают нам остатки былого античного величия как Москвы, так и тех самых европейских городов. Как я уже говорил, в Москве волна цунами из Северного Ледовитого океана неслась по городу с северо-восточного направления, снося под фундамент практически встречающиеся на ее пути городские кварталы и засыпая их несенным ею грунтом, содранным с территории, по которым она проходила. Но некоторые постройки волне не поддались. Видимо, это те самые кремлевские соборы, часть башен и стен и некоторые здания за пределами Кремля, типа того самого Политехнического музея. Особенно сильные разрушения фронт волны нанес строениям, построенным по берегам рек Неглинная и Москва. Реки – это открытые участки местности, в отличие от городских кварталов, и там вода разгонялась более всего. Так мы и видим, что, похоже, стены и башни Кремля вдоль набережной реки Москвы были смыты полностью, кстати, вместе с частью берега. И сегодня стены и башни Кремлевской набережной новодел середины 18 века. Их строили уже в межпотопный период. Обратимся к гугл-картам. Вот примерная карта центра Москвы с рельефом местности, так как видит это гугл. Но действительно, на гугл-карте это все достаточно хорошо показано. Вот примерная плоскость, на которой стоят старые, реально допотопные соборы Кремля. Скорее всего, она соответствует вот этому уровню фундамента, на котором стоит собор Василия Блаженного. И это действительно оставшиеся с допотопного времени, в смысле допотопа 17-18 веков, реальные строения Москвы. Конечно, они немного переделанные, как я уже говорил, из готического стиля. Также остались вот эти вот башни четырехугольного сечения. Спасская, Никольская. Такие же башни, Троицкая и Боровицкая. А вот Беклемишевская башня и водовзводные, они круглого сечения. И они как раз есть новоделы. Развернем немного Кремль. И что мы видим? Скорее всего, вот эта вот кривая стена, она была возведена позже, после потопа. В смысле первого. Вот так вот. Это новодел. Но судя по квадратному сечению, выдающемуся в сторону реки Тайницкой башни, стена действительно шла вот так вот до потопа. То есть образуя опять прямой ровный угол. Как я уже говорил, вот это вот все было смыто. Вот эта вот территория. И получился овраг. Берег ополз в сторону Москва-реки. И все здания, видимо, с ним тоже, которые здесь стояли внутри Кремля. Вот так вот примерно обрушилась вся эта территория вниз к реке. После того, как здесь прошла волна. и соответственно все вот эти вот башни и стены были возведены, как я говорил, уже после потопа. Какие стояли здесь здания, мы сейчас не знаем. Что было с этим берегом тоже достаточно непонятно. Скорее всего, обрушения были и здесь. В Замоскворечии. А по Александровскому саду текла достаточно широкая неглинная. вот под этим мостиком, ведущим в Троицкую башню. И в этом месте она впадала в Москву-реку. В районе современной Манежной площади река, скорее всего, неглинная протекала примерно вот так вот. И реально вот здесь мы и видим те самые засыпанные городские кварталы подземной Москвы. Вот так вот они шли. Здесь все снес поток. Развернем Кремль еще теперь красной площадью. Google карта нам частично показывает уклон. Видно, что если мы прочертим вот так вот примерно реальную плоскость бывшей красной площади, то сегодня вот она вот такая вот. синим показываю сегодняшнюю красную площадь, уровень ее. В центре наибольшая величина подъема. Скорее всего, волна фронтом шедшая со стороны ГУМа вот здесь навалила больше всего грунта. Встретившись вот с этой вот Кремлевской стеной от Спасской до Никольской башен. Может быть волна навалила уровень еще больше, но со временем он стек этот грунт принесенный волной в сторону Москва-реки в районе собора Василия Блаженного, а здесь в районе Иверских ворот он стек на Манежную площадь. Вот мы и видим примерно вот такой уклон сегодня Красной площади все эти части со временем плывуна стекли в низины. Но это все было в первый потоп. Во второй потоп опять на эти территории ровным слоем легла глина. Теперь еще раз к уровню Кремля арсенальная башня вот этой вот своей частью вот это вот кольца который сегодня торчит плоскость на которой стоит подстамент фундамент собора Василия Блаженного и вот эта площадь соборов они составляют один уровень уровень как раз того что осталось с допотопных времен. Красная площадь однозначно была поднята относительно уровня Москва-реки и относительно уровня Неглинной на постаменте крепости звезды звезда как-то вот сюда вот выходила так скорее всего вот так вот она выходила звезда сюда выходила какой она была формы пока толком не ясно вот это нам и нужно найти и по зданиям синим я показываю все старые здания Кремле это все соборы колокольня Ивана Великого грановитая палата которая здесь же находится и патриарший дворец ну может быть и собор Василия Блаженного а здания сената оружейные палаты вот эти вот все здания это все новоделы межпотопного периода и уже в другом архитектурном стиле скорее всего после потопа в районе Кремля осталось наверное вот это здание манеж он стоит однозначно на чужом фундаменте современное вот это здание манежа а фундамент не соответствует опять постройке точно такой же как в Санкт-Петербурге под зданием биржа также не на своем фундаменте стоит и русский музей но его фундамент был очень сильно забросом грязью неглинная протекала примерно вот здесь заворачивая как раз по Александровскому саду сейчас она под этим всем в трубе вот они раскопки кварталов подземной Москвы в районе торгового комплекса на Манежной площади отсюда был мост такой же как вот здесь из Троицкой башни через неглинную то есть неглинная была не ручейком а вот этот угол примерно равный 45 градусам остатки бывшей формы звезды Спасская башня Никольская башня Арсенальная она конечно тоже какой-то не квадратной формы но с ней надо разбираться отдельно и этот луч проходящий от Троицкой до Арсенальной башни это все у нас примерно 45 градусов вся вот эта вот часть Кремля новодел грунт сполз в реку волна здесь все смыла м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видимо она же и была бывшей набережной Неглинной А сама Неглинная представляла собой достаточно широкую реку Все это говорит о том, что Кремль до потопа 17-18 веков имел правильную геометрически выверенную звездную форму Как и все звезды в мире А до нас же он дошел сильно переделанным И в его очертаниях только угадываются прежние звездные прямые линии А все то звездное основание, на котором и были построены кремлевские стены и здания Сейчас засыпано слоями принесенного волной грунта, а также той глиной 19 века А вот и засыпанные руины московских кварталов в районе Манежной площади Они и стояли по берегам реки Неглинной По которой неслась особо сильная по мощности и разрушительной силе волна Кварталы эти находятся на достаточно большой глубине Это видимо подвалы и частично первые этажи бывших зданий Мне кажется, что после катастрофы 17-18 веков, то есть прохождения волны Эти здания еще торчали из земли остатками своих первых этажей Их то и стали ремонтировать, возводя новые крыши Или достраивая вторые этажи из дерева или кирпича Как вот на этой картине А вот в 40-х годах 19 века глина, покрывшая всю поверхность планеты Засыпала эти ставшие низкими Одна-двухэтажные постройки еще одним слоем Как тот самый кабак, представленный Алексеем Кунгуровым Раскопанный в Москве на глубине 2-3 метра С монетами и бутылкой вина 1814 года Получается, город засыпали две разные катастрофы Двумя разными слоями грунта Один поверх другого Первый, напомню, приволокла волна На рубеже 17-18 веков Содрав весь этот грунт и перемешав в себе с местности По которым она проходила И уложила массы этого несенного грунта Перед препятствиями, с которыми она встречалась То есть с всеми городскими кварталами города Это я хорошо рассмотрел в своем фильме «Механизм потопа» А второй слой, это выпавшая с неба мокрая пастообразная глина Ее слой 1,5-2 метра сверху А вот тот первый слой, принесенный волной, гораздо толще И толщина его, в отличие от слоя 19 века глиняного, достаточно разная Больше его собрано перед стенами, с которыми встречалась волна И скорее всего, та часть Кремлевской стены от Спасской до Никольской башни И есть прямое препятствие, которое встретило волну в лоб А волна, напомню, двигалась с северо-востока Соответственно, на этом участке Кремлевской стены И собрана максимальная толщина грунта, которую волна притащила А вот мы с Евгением Макаровым спустились, видимо, на приблизительный уровень городских кварталов У набережной Неглинной, того самого античного времени То есть молодцы строители этого торгового комплекса Они нам оставили и показали приблизительный уровень Какой был действительно здесь глиня До катастрофы Ну и не забываем, как откапывали манеж Вернее, опытный ряд Сколько всего найдено И сколько всего там осталось Чего мы не можем сейчас увидеть Потому что просто убранное засыпание Осталась только малая часть моста Воскресенье То есть наше главное предположение сегодня Что Кремль был действительно белокаменный То, что мы сейчас видели севедение На гроте Собранное из этих обломков То есть это, скорее всего, плитка Который был Кремль Все стены фасада были отклеены Все верно Обгоревшие С этой версии Самая-самая близкая к истине То есть Пасхва имела реально античный уровень А это все мы оставили Видим запутовочные копички Что касается применения ядерного оружия в Москве Может быть, кстати, и не ядерного Еще раз напомню, что мог быть и другой принцип Но это оружие можно реально считать Оружием массового поражения Опять же, несмотря на его принцип действия Судя по тем следам, которые оно оставило На поверхности нашей планеты Об этом уже говорили многие исследователи Скорее всего, во время первой планетарной катастрофы Того самого 17-18 веков По городу его не применяли Москву просто смыло волной Ободрав облицовку Суцревших зданий и стен Кремля Эту облицовку мы как раз и видим По обломкам в мурованном в гроте Александрийского сада Но обломки все эти Со следами обгорания И грот этот явный новодел Скорее всего, конца 19-го, начала 20-го веков Времени после второй планетарной катастрофы 40-х годов 19-го века Я думаю, что это следы обгорания От того самого взрыва над Кремлем Времен захвата Наполеоном, Москвы Только по моей гипотезе Это был не 1812 год А середина 30-х годов 19-го века Этот взрыв и разрушил По официальной исторической версии Несколько башен Кремля Конечно, историки это объяснили по-другому Туда закладывали заряды французы отступающие Но все-таки приведем все сведения в один ряд Мы знаем, что над Москвой был взрыв Знаем, что он вызвал московский пожар И при этом разрушилась какая-то часть Кремлевского комплекса Что же по официальной версии Исторической науки было разрушено в Кремле? А была разрушена Водозводная, Петровская Две безымянные башни Стена Кремля между Никольской И Арсенальной башнями И еще какие-то неизвестные сооружения Я думаю, что тогда же и обгорела Оставшаяся после потопа 17-18 веков Несозданная волной Эта белая мраморная облицовка Кремлевских зданий и стен Вот почему в период между потопами Кремль и Белили Но не весь На нем, как я уже говорил Оставалась частично эта белая облицовка А красный забутовочный кирпич Зиял только в местах, где она отсутствовала И эти места-то и забеливали До сохранения общего вида Также, видимо, белили вновь Возведенную стену вдоль Кремлевской набережной А также вновь возведенную стену От Беклемишевской до Спасской башни И белили эти стены, конечно же, полностью Потому что они были из забутовочного Красного кирпича Почему в межпотопный период Не смогли это все облицевать Хотя технологии были Может быть, просто не успели Но после взятия Москвы Наполеоном И последующей за этим Глобальной катастрофой 40-х годов 19 века В период с конца 19-го Начала 20-го веков Всю эту обгоревшую от взрыва Облицовку, мраморную Содрали Вот в этом гроте мы и видим ее остатки А Кремлевские башни и стены Зачистили от раствора Этой облицовки И теперь мы видим Ровные красные кирпичи Но все-таки Это забутовочная кладка И всегда Этот момент Когда я рассматривал Московский Кремль У меня вызывал Внутреннее противоречие Забутовочный кирпич Красный Он же не стойкий Внешним условиям Всегда Таким образом Построенные дома Либо штукатурит и красит Либо чем-то облицовывают А вот на вершинах Спасской, Никольской, Троицкой И Боровинской башен Реально старых Квадратного сечения Видимо Оставшихся еще С первоначальных времен Строительства Истинно звездного Кремля Виднеются элементы Остатков Несодранного декора Белого И декор этот Уж очень похож На готический стиль Архитектуры Распространенной В Европе И судя по вот этой Подмосковной Готической церкви Не таким ли Был Кремль До потопа 17-18 веков А с Кремлем И вся архитектура Города Москва Здесь возникает Очень тяжелый Для понимания вопрос Неужели Действительно Москва Была построена В готическом Архитектурном стиле Который характеризуется Порталами На входы В религиозные здания И вытянутыми Окошками А вот Романовский Римский Крулый Архитектурный стиль Зданий Сената Арсенала Применили Только в Межпотопный Период Что же случилось Почему изменился Архитектурный стиль Вся Восточная Славянская Европа Вплоть до Парижа Бывшей Лютеции Имеет Готический стиль Строительство Городов Романский стиль Имеет Только Рим И те самые разрушенные города Северной Африки Типа Того самого города В Алжире В общем стиль Почему-то Средиземноморья А вот почему Такой же стиль В современном Санкт-Петербурге Где тогда Питерская готика Хорошо что еще Ни Казанский Ни Исаакиевский Собор Нельзя отнести Ни к романскому Ни к готическому Стилю архитектуры Это больше Какое-то Действительно Древнегреческое Направление Хотя она похожа На романское Но все же не та Загадка Получается Налицо Хотя Почему бы И не быть Московской Руси Готической Ведь готы Это Те же самые славяне Может быть Даже По распространению Готического стиля В той самой архитектуре Можно судить И о прежних Границах Руси Я думаю Что Русь Это одно Из семи царств Подчиняющихся Царю царей Может быть Это пока И предположение Но все же Оно далеко Не беспочвенно Понятно Лишь одно Что эти храмы Ранее были Ведическими Это потом В Европе Заменили символику Этих храмов И переделали Барельефы На облицовки Изобразив Там каких-то Непонятных Горгулий И монахов Но порталы Дверей Окна Своды У готических Соборов Европы И Кремля Реально Одинаковые Просто в Кремле На эти самые Готические Сооружения Потом Водрузили Православные Купола И при смешении Такой формы Куполов И отделки Стен Соборов С готической Архитектурой Зданий Просто в Кремле На них купола Водрузили Так и получился Тот самый Особенный Русский Стиль Строительства Религиозных Сооружений Под которым Реально Кроется Бывший Готический Посмотрите На колокольню Ивана Великого И уберите С нее купол Ну так же Можно пройтись И по всем Соборам Московского Кремля У них Реально Ободраны Стены Дозабутовочных И заложены Готические Окна Ну соответственно И поставлены Наверх Те самые Купола И купола Но если Это все Убрать Реально Перед глазами Предстает Готический Собор А если Его еще Отделать В соответствующем Стиле То все Становится На свои места Однозначно Сталин Строя Высотки И планируя Архитектуру Москвы В середине 20 века Имел Прежние Реальные Допотопные Изображения Той самой Античной И видимо Готической Москвы И та Самая Готика Мягко Сказать Сквозит Из всей Сталинской Архитектуры Но не только Москву Планировал Сталин Застраивать Высотками Одна из них Стоит В Варшаве Такие Планировались В Новосибирске И в других Городах Советского Союза В Москве Он их Успел Построить Лишь 5 Но это Пока Только Гипотезы Кто-то Придерживается Другой Версии Судя Вот по Этой гравюре Москва Имеет Какой-то Магометанский Вид Но скорее Всего Это просто Фантазия Или Намеренное Искажение Формы И пропорции Соборов Все их Кстати Мы видим И сегодня Но вот С искаженными Пропорциями Как на этой Гравюре Реально Получается Стамбул Но еще раз Повторюсь Это Искажение Потому что Все Кремлевские Сооружения И здания Мы видим И сегодня И они Совершенно Не такие Как на этой Гравюре Вот еще Интересные Картины На них Собор Василия Блаженного И стоит Он На каком-то Блочном Явно Античном Фундамент Опять Мы видим Фундамент Несоответствующий По стилю Зданию Возведенном На нем Я думаю Это Или часть Засыпанного Сегодня Основания Звезды На которой Стоит Кремль Либо Фундамент Другого Смытого Волной Античного Здания И построено Было оно Из того Блока Такая Картина У нас И в Санкт-Петербурге Здание Бывшего Военно-морского Музея Сегодня Опять Это биржа Также Стоит На античном Фундаменте И причем Что это Здание Биржи Что Собор Василия Блаженного Явно Явно Меньше Чем Мог Выдержать Этот Фундамент Но Это Очень Сложный Вопрос А вот Символика С московских Интерьеров Явно Кстати Допотопных Тартарский Грифон А вот Образ Из гравюр Межпотопной Москвы Той самой Стимпанковской С иллюминациями Беспроводного Электричества Времен Екатерины Второй Конечно Ж Уровень Той самой Межпотопной Цивилизации Восстанавливающий Город После Разрушения Его Волной Цунами Был Еще Очень Высоким Об этом Я говорю Практически В каждом Из своих Фильмов Они Ведь Даже Смогли Заключить Неглинную В ту самую Трубу И для Них же Видимо Строивших Метро Это было Вовсе Не сложно Как ни Странно На этой Гравюре Тоже Москва Где Это Только В какой Ее части И Пальмы Откуда А теперь Заключение Античная Москва Разрушенная Волнами Цунами Высотой В несколько Десятков Метров Такими Они Дошли До Московской Местности Из Северного Ледовитого Океана В районе Центра Города Имела Форму Античной Правильной Звезды Или Нескольких Звезд Я долго Искал В расположении Современных Городских Кварталов Очертания Правильной Звезды На которой Стоят Современные Кривые Кремлевские Стены Но пока Не нашел Видимо Кварталы Застроены В межпотопный Период И спланированы Не по старым Планировкам Улиц А уцелевшие После того Потопа Единичные Знания Типа Политехнического Музея Того самого Просто Вписаны В планировки Новых Кварталов Может быть Кто-нибудь Из зрителей И обнаружит Того Что я пока Не нашел На картах И мы Совместно Восстановим Старую Форму Центральной Кремлевской Должна быть Геометрически Правильной И выберенной Я думаю Ориентироваться Нужно На ровный Угол Между Направлениями Стен Первое Направление Спасская Арсенальная Башня И второе Направление Арсенальная Боровицкая Башня Как я уже Говорил Эти самые Башни Реально Построены В момент Самого Возведения Кремлевского Комплекса Они имеют Квадратное Сечение А двумя Пересечениями Этих Самых Направлений Которые я Перечислил Выше Получается Правильный Угол Примерно Равный 45 градусов А вот Все остальные Стены Кроме этих Реальный Межпотопный Новодел Особенно В районе Набережной Москвы-реки А часть Площади Кремля Просто Сползла В Москву-реку Образовав Этот самый Овраг Так что Ищем вместе А пока Оставляйте Комментарии Ставьте лайки До следующих Встреч С вами были Евгений Макаров И Олег Все До свидания Женя До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok